Эта женщина спасала военнопленных, была в плену и прошла через войну с пятью детьми на руках. Как становились подпольщиками в первые дни войны, об этом проникновенно свидетельствуют записки врача-рентгенолога Надежды Хатченко. Друзья звали ее Диной. Вместе с товарищами она спасала раненых советских бойцов, снабжала медикаментами и патронами партизан, была ушами и глазами народных мстителей и центра в тылу врага. Какой была знаменитая подпольщица, рассказывает одна из ее внучек, открывшая нам свой семейный фотоальбом. Бабушка жила для людей. Наша бабушка была очень занятым человеком, рассказывает Ольга Нечай, младшая из ее внучек, руководитель центра координации научно-методической инновационной деятельности Белорусского государственного института физкультуры. Времени на троих внучек у нее не было, но она никогда не забывала про наши дни рождения. Бабушка жила для людей. Ее любили и ценили все. И на работе, и в семье, потому что она отдавала больше, чем получала. А еще она была человеком своего времени. Все, чем жило общество, она пропускала через себя. Помню ее сидящую перед телевизором и конспектирующую трансляцию съезда КПСС. С фото на нас смотрит сильная, уверенная в себе, красивая женщина с орденом Ленина и медалью за отвагу на груди. Ольга Дмитриевна унаследовала ее рост и стать, а еще золотую брошь, которую бабушка купила в Москве, куда ездила на защиту диссертации и прекрасный фарфоровый сервиз. Потому, с каким душевным теплом Ольга Дмитриевна говорит о Надежде Викентьевне, заметно, что до сих пор ее любовь к строгой бабушке не угасла. Союз отважных Любовь Павла и Надежды началась в Лепельской больнице. В этот город Надежда Викентьевна попала по распределению рентгенологом. Как-то сломался рентгенаппарат. Учитывая, что в довоенное время это была редчайшая уникальная техника, молодого врача заподозрили во вредительстве. А такое обвинение, нужно сказать, тогда стоило жизни. Но все обошлось, когда в Лепель приехал техник-рентгенолог Павел. Он заменил лампу в аппарате, и тот заработал. Павел спас Надю. Молодые люди вскоре и сыграли свадьбу. У влюбленной пары родилось двое сыновей – Игорь и Дмитрий. Супруги жили счастливо. Павел Клементьевич прошел войну и из Германии вернулся с медалью «За отвагу» и в кожаном трофейном плаще. Муж Надежды Викентьевны умер гораздо раньше нее, но память о нем и лихих 1940-х навсегда осталась жить в сердце и снах подпольщицы. Однажды дядя Игорь, снимаясь в фильме «Руины стреляют в упор», вернулся домой в нацистской форме, вспоминает внучка. Бабушка подумала, что снова пришли немцы, и у нее случился сердечный приступ. Пришлось вызывать скорую. Ольга Дмитриевна раскрыла самоздатовскую книгу «Семейную реликвию» – чуть более сотни страниц, отпечатанных на машинке в твердом переплете, рассказывающих о минском подполье, муже, детях, обо всем том, что случилось с ней в 1941-1945 годах, от первого лица. Бабушка не могла сидеть без дела, и когда вышла на пенсию, написала вот эту книгу. В ней, благодаря отличной памяти, прошлое описано в деталях, отмечает внучка. От советского информбюро. Для моей семьи горести начались с первых дней войны. Муж, услышав по радио сообщение, что на нас напала Германия, отправился в военкомат, и его командира запаса отправили на фронт. Читаем воспоминания. Оставшись одна, молодая мама, взяв с собой 10-месячного Диму и 5-летнего Игоря, отправилась из Минска на восток, подальше от боев. До 27 июня Надежда с сыновьями прошла около 60 километров. По Могилевскому шоссе люди двигались нескончаемым потоком. Когда немецкие самолеты расстреливали колонну гражданских, все падали на землю. Многие замертво. До них никому не было дела. Казалось, люди черствели с каждым часом. У всех было единственное стремление – вперед, вперед. Когда на краю одной из деревень женщина остановилась в пустом сарае на ночлег, то на рассвете следующего дня в щелку между бревнами увидела, как на узкой черной ленте шоссе появились первые гитлеровские грузовики и мотоциклы. Вражеская колонна остановилась. Спрыгнувшие с машин немцы, сделав физзарядку, достали свои чемоданчики с продуктами и уселись на обочине, разложив на салфетках бутерброды. Так война догнала обеженку с младенцем на руках и уставшим топать рядом старшим сыном. Выжить и спасти. Надежда вернулась в Минск, забрав по дороге еще и осиротевшую племянницу, дочь расстрелянного фашистами брата. Здесь ожидала череда новых испытаний. Ее дом был разбомблен, но Надежда нашла родителей и еще двоих осиротевших дорогих ей детей. И они стали жить вместе в подвальной 12-метровой комнате. Полураздетые, голодные. Если бы тогда сказали, сколько трудностей предстоит мне перенести в годы войны, я бы не поверила. Пережить голод и холод. Сохранить и воспитать пятерых малых ребят. Быть активным участником в борьбе с фашизмом. Это невероятно. Чтобы выжить самой и спасти от голодной смерти детей, Надежда Хатченко устроилась уборщицей в рентген-кабинет 2-й клинической больницы, где находились тяжелораненые красноармейцы. Войдя в доверие к немецкому врачу-рентгенологу, она не раз спасала военнопленных, подменяя пленку на заготовленный заранее снимок с туберкулезным процессом или другой патологией. При поддержке подпольщиков Дмитрия Варавка, Антона Барана и других доставляла для них одежду и уводила их из госпиталя. Несколько больных красноармейцев Надежда Викентьевна долечивала дома. В 1974 году Минск был удостоен звания «Город-герой» за мужество и героизм, проявленные трудящимися столицей в борьбе против гитлеровских оккупантов. Прямым попаданием В начале 1942 года больницу переоборудовали военный лазарет для немецких солдат и офицеров. Легендарный советский подпольщик Иван Кабушкин, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза, попросил Надежду Хатченко не увольняться. Подпольщикам нужен был свой человек для сбора разведданных и помощи инструментами и лекарствами. Чтобы помочь в общении с немецким персоналом, Иван Кабушкин принес Надежде карманный русско-немецкий словарь, очень удобный, легко помещающийся в кармане халата. Надежда Хатченко практически все годы оккупации и до выхода на пенсию проработала во второй клинической больнице Минска. За это время она передала в лес партизанам немало медикаментов и хирургических инструментов. Однажды даже сообщила Ивану Кабушкину координаты склада с боеприпасами, которые были переданы на Большую землю. И 2 мая 1942 года прямым попаданием советские летчики уничтожили его. Бидончик с супом и патронами. Надежда Викентьевна, которую друзья и многие коллеги до войны называли Диной от имени Надин, ухитрялась добывать для партизан даже патроны. Однажды она несла с работы ожидающим дома голодным пятерым малышам полагающийся ей обед в металлическом бидончике, на дне которого лежали патроны. В это время на проходной началась проверка. Я поставила его, бидончик, на подоконник и подумала. Вот и конец. Надежда в отчаянии, приоткрыв дверь во двор, начала громко звать лаборанта, который в это время находился в рентгенкабинете. Вольфу и все рентгенограммы закрепили. Развесили их или нет? Она понимала, что немец ее не слышит, но нужно было что-то делать. Прокричав еще раз вопрос, она схватила бидончик и без оглядки побежала обратно, в корпус, в рентгенкабинет. Повезло, пронесло. В застенках. И все же Надежде Харченко не удалось избежать фашистских застенков. А произошло это из-за ее второго имени, Дина. Под именем Дины Харченко, фамилия также была изменена, Надежда Викентьевна была внесена в списки партизанского отряда «Большевик». Список оказался в руках фашистов, и за ней пришли. В пять утра, за пару недель до освобождения Минска, в дверь подпольщицы настойчиво постучали, рассказывает ведущий научный сотрудник Музея Великой Отечественной войны Мария Гореликова. Вошли три гестаповца, которые, обыскав квартиру, сказали, что она арестована, и отвезли в тюрьму. На допросе Надежду избивали до тех пор, пока она не потеряла сознание. «Когда я пришла в себя, снова начали бить. Били сапогами в грудь, живот, спину, требуя назвать имя и фамилию. Я назвалась по паспорту». Не добившись признания, что Надежда Харченко – это и есть Дина Харченко, гестаповцы отпустили подпольщицу. Избитая, но живая, она вернулась домой, к детям. Через несколько дней Минск был освобожден. Наследники. После войны Надежда Викентьевна всю свою жизнь посвятила медицине. Заведовала рентгенологическим отделением во 2-й клинической больнице Минска. Будучи врачом-онкологом, специализировалась на исследованиях опухолевых и послеопухолевых заболеваний. При этом наша героиня – рентгенолог от Бога. Имея уникальный дар читать рентгеновские снимки, полжизни простояла в свинцовом фартуке в рентген-кабинете, консультируя коллег. В последние трудовые годы была доцентом кафедры столичного мединститута. Ушла из жизни отважная подпольщица в 89 лет. Умерла в здравом уме и крепкой памяти, рассказывает Ольга Дмитриевна. У нее просто пропало желание жить, потому что пережила уже многих любимых своих людей, в том числе старшего сына и мужа. А через год после нее умер и мой отец, который был очень привязан к ней. Все три внучки взяли лучшее от Надежды Викентьевны – волю к жизни, оптимизм и любовь к людям, стране. Сегодня они сами растят внуков. Одна из них Марина пошла по стопам знаменитой бабушки, стала медсестрой рентген-кабинета. Из записок Надежды Викентьевны Хатченко. Как-то под Новый год в лазарет пригласили артистов. Особый комфорт и полноценный концерт организовали для четверых тяжелораненых с обморожениями рук и ног. Как хорошо, что немцы так заботятся о своих раненых, – говорю я лаборанту Вольфу. Не дай бог такой заботы, – воскликнул немец. После Нового года их ожидает газовая камера. Такие люди не должны жить. Они не нужны ни семье, ни государству. Мои воспоминания состоят из-за отдельных эпизодов. На самом деле, годы оккупации прошли как единое непрерывное хождение над пропастью. Подчас все случившееся со мной кажется невероятным, но все это было. Подполье – это ощущение постоянной угрозы, ежедневная, ежечасная опасность. Даже партизанам несколько легче, а не вместе. Без подполья партизаны не могли бы существовать. Особенно первое время. Подполье снабжало их оружием, боеприпасами, медикаментами. Закон подполья – наблюдать, анализировать, чтобы о тебе знали как можно меньше. Одно – внешнее, которое все знают. Другое – которое знаешь только ты сам. Белорусское подполье в годы Великой Отечественной войны – это 70 тысяч человек, объединенных в сотни групп. 6 тысяч человек и 110 подпольных групп – минское подполье. Из них более 60 – молодежное, в рядах которых было более 2000 комсомольцев. 22 подпольные группы – более 300 человек – действовали в минском гетто. Полторы тысячи диверсий было совершено в оккупированном Минске. Полторы тысячи человек и 66 подпольных групп – витебское подполье. Более 550 человек и 56 групп – гомельское подполье. Более тысячи человек и свыше 40 групп – могилевское подполье. Продолжение следует... Продолжение следует...